друзья снова приветствую вас на нашей стоянке с вами компания топка римпорт меня зовут вадим для тех кто только начинает с нами следить мы занимаемся подбором и привозом автомобилей из японии кореи и китая сегодня у нас на обзоре будет бмв 3 серии кузове g20 привезенного для нашего клиента покупали мы в корее в южной со всеми расходами такой аппарат обошелся в 3 миллиона рублей сегодня мы посмотрим какую бмв можно привести скорее что в ней есть вообще по комплектации посмотрим и самое главное дайте пожалуйста обратную связь все последние наши видео я снимаю на нашей стоянке мне интересно вам заходит такой фон или нужно искать фон красивые каким подсветочками с какой-нибудь текстурой классный с фоном каким-нибудь на море либо же мы будем с вами снимать обзоры на наши стоянки тоже дайте пожалуйста в комментариях обратную связь по данному вопросу также напоминаю что я не автоблогер я всего лишь показываю автомобиль который мы привозим для наших клиентов делаю обзор сравниваю рассказывать ценообразование показываю по комплектации и мне было очень очень интересно узнать что думаю другие автоблогеры и люди которые уже сталкивались с данной трех тройкой и сказать честно я не был удивлен потому что автомобиль действительно классный все говорят что-то идеально забит что-то классный мне он тоже очень зашел и сравнивать среди его конкурентов в принципе поэтому я сейчас это аргументирую и раскрою почему он классный и что в нем есть ну давайте начнем с габаритов вообще g20 это самая крупная трешка в истории но несмотря на увеличение своих габаритов она легче стоит своего предшественника оптимизация конструкции и применение облегченных материалов позволили снизить снаряженную массу по всем комплектациям в среднем на 55 килограмм давайте сразу поговорим про технику данного автомобиля откроем капот два раза дернем вообще если с точки зрения техники у нас у трешки идут все модульные моторы семейства бы если берем дизель то это b47 так секундочку вот так чистенько аккуратненько все если горит до дизель берем то это b47 и b57 соответственно 20 и 30 и с точки зрения техники переживать вообще не о чем я так думаю потому что есть автомобиль будет использоваться в штатном режиме до вас то есть в корее неважно в германии хотя очень важно в германии все мы знаем как используется если в принципе хозяин до вас будет использовать ее штатном режиме и менять масло нужно будет но не раз 15 тысяч километров как это написано в регламенте а насколько я знаю в регламенте немцев это вообще 30 тысяч километров то все будет отлично они ходимые они легкие они алюминиевые поэтому по технике тут все вообще замечательно также есть и бензиновые моторы но дизельных у трешек больше какую и у 5 серии это у нас получается идет 320 есть 318 в корее их очень мало прям наверно даже не видим 320 задний привод 190 лошадей 400 крутящего момента в принципе автомобиль динамичный автомобиль спортивный явно больше чем у 318 из 318 смотреть да то это чисто автомобиль для рулежки а вот за этот автомобиль хочется держаться двумя руками я думаю для тех кто выбирает бмв это очень очень важный фактор многие считают что у данной тройки самая идеальная морда я с этим соглашусь по крайней мере 4 точно что-то пошло не так непонятно никто русло повело их но у тройки реально очень классная морда вот эта решетка уже фары не соединены в принципе она очень сильно отличается от своего предшественника предшественницы прошлого кузова но согласитесь тут все идеально и великолепно выглядит все на своих местах и добавилась такая некая агрессия спортивный внешний вид и автомобиль уже немножко возбуждает по крайней мере давайте поговорим про конкурентов это у нас что а4 в кузове b9 и наверное mercedes c 205 но думаю тут нужно ходить аккуратно потому что если любители audi есть любители бмв и любители mercedes буду затрагивать эту тему очень аккуратно чтобы в комментариях не посыпался шквал негатива я думаю у нас пойдет сильный ветер как обычно водил стоки но он нам не помешает я думаю что сауди а 4 в кузове b9 давно все знакомы в принципе это хороший автомобиль действительно классный автомобиль но я как бы не вижу в нем полноценного автомобиля а вот у данной тройки тут абсолютно все сбалансировано и комфорт и динамика и езда и я считаю действительно это очень классный прям близко к идеальному автомобиль но за свои деньги понятно можно приобрести какой кроссовер но тут указал свой вкус выбор например вот от этого автомобиля можно получить драйв и комфорт от audi можно получить комфорт ну и немного драйва на самом деле он скучноват на дороге по сравнению сравнивать с бмв именно тройкой говорю конкретно только про тройку и audi a4 в кузове b9 вот есть сравнивать с mercedes то тут все понятно боюсь затрагивать эту тему вообще mercedes мне тоже нравится мне нравится как mercedes выглядит по технике я не особо силен mercedes но наслышан как и все вы сразу про ценообразование всех этих моделей смотрите g20 в данном кузове можно брать и скорее от 2 миллионов 900 на момент съемки видео сейчас курс стремительно растет поэтому уточняйте уточняйте все цены и можете бесплатно рассчитать стоимость автомобиля любого на нашем сайте в telegram канале либо мы вам подберем под ваш бюджет автомобиль смотрите audi b9 20 год и себе записал с пробегом в районе 30 тысяч километров ну больше нам их соответственно не надо все мы знаем про это на момент съемки тоже будет заходить от 2 миллиона 900 ну она чуть-чуть подешевле заходит в 2 миллиона 900 можно искать хороший вариант этот 30 тысяч пробега например mercedes 205 c-класс они идут 19 года у нас и можно взять с таким же пробегом в районе 30 уже от 2 2 миллиона 700 вот поэтому ценообразование примерно вот такое многие считают что это идеальный автомобиль как я уже говорил просто мне кажется что вот его нельзя сравнивать именно как сам автомобиль что вот что он дает вам как водителю именно уровне седанов кроссоверов просто многих g20 устраивает абсолютно во всем как автомобиль я думаю заслуженно b9 как автомобиль в целом очень хороший если не сравнить его конечно же с бмв там тоже и дизельный и бензиновый мотор и по характеристикам они очень очень похожи но audi действительно очень скучновато а g20 это как полноценный законченный продукт и конкретно в этом случае бмв даст вам как водителю намного больше вообще сама по себе g серия очень симпатично и вот конкретно данный автомобиль вот у него кузов тщательно проработан с точки зрения как светит обтекаемости и коэффициент как называется аэродинамического сопротивления составляет всего 0,23 сотых для сводки это очень очень хороший результат и показатель в новом поколении бмв 3 серии сохранены характерны для моделей пропорции отличительными чертами которых является короткий передний обвес свет такой и смещенная назад кабина но по формообразованию кузов конечно стал совершенно уже другим тут пластика поверхности более такая вычерненная и сложно добавились некоторые элементы декора и вот такие вот ставочки первое что бросается в глаза как водителю так как автомобиль чувствуется и как он едет если сравнивать его с b9 то же самое да хер с ней вообще просто сравнивать автомобиль в этом сегменте постарше помладше то вот у тройки у данной удалось соблюсти просто нереальный баланс абсолютно всего задняя подвеска у данной трешки работает вообще великолепно и за руль хочется держаться двумя руками я думаю за это многие ее и ценят но если сравнивать например с той же audi она в салоне по простору немножко сидушки не такие узкие но трешка g20 она веселей на дороге и смотря что бензиновый мотор у audi немного мощнее поэтому вот тут вы можете для себя провести небольшую грань если вдруг вы каким-то образом сравнивали их и думали что себе приобрести начнем с небольших минусов допустим вы большой и уважаемый человек ну понимаете про что я говорю без обид который каким-то хером из крузака оказался здесь то тут будет немного явно тесновато тесновато будет хоть тут есть и максимальная настройка всего-всего-всего и поясничной опоры электроприводы все равно будет тесновато и второй небольшой минус я заметил что автомобиль очень-очень прыгучим есть такой эффект мячика что ли и мне кажется на этой памяти только в конкретном автомобиле есть такое даже пятерки нет такого посадка автомобиля не такая низкая как audi a5 мне там она не нравится там садись как будто на пол тут она низкая но все равно поприятнее немножко особо комфорт дискомфорта я не испытываю давайте по комплектации посмотрим что у нас есть у нас есть панорама как вы заметили потом что у нас есть премиальная музыка harman дальше из память сидений водительского ну и все остальное по стандарту есть трехзонный климат-контроль у нас и и сзади и спереди он есть подогрев передних сидений подогрев руля присутствует подогрев заднего стекла есть здесь нас присутствует несколько режимов вождения это спорт комфорт и эко про также вроде бы есть комфорт плюс автохолд есть парктроники в круг такой джосик для управления мультимедией автомобиль не закоцаны автомобиля всего смотрите 37000 пробег такая цифровая приборная панель у него идет новенькая единственное кстати что я заметил смотрите тут нет привычном крутилки тут много кнопок я думаю это максимально неудобно хотя тут понятно все из осматриваться но вот когда я еду за рулем мне нужно так заглянуть сюда есть тут крутилка тут хоть на ощупь можно примитивно понятно что-то себе настроить как-нибудь но вот тут нужно заглянуть сюда и посмотреть что я очень хочу это неудобно я считаю немножко опасно есть проекция давайте заведем автомобиль также автомобиль можно русифицировать уже у нас во владивостоке вот проекция такая присутствует у нас на лобовое стекло проекта очень комфортно и показывает опознаватель знаков и скорость зеркала есть у нас также совсем забыл вам сказать тут у нас идет восьмиступенчатый автомат 4 цельдоровый движок и получается двойной турбонадув это важный момент для многих часто люди спрашивают не знаю почему хотя в интернете есть эта информация о автомобиле также уже идут светодиодные ходовые огни и фары поэтому имейте ввиду так же я знаю что есть доп опции это лазерные фары но я еще у трешки их не встречал корее тут идут декоративные вставки клеон с выраженной такой текстурой беспроводная зарядка избе подстаканники 12 вольт присутствует вот он тут у нас также у нас и в бардачке тут есть все это панель не закоцаны без каких-либо царапин хотелось бы вам показать смотрите в корее часто устанавливают защиту на дверные карты вот видите можно содрать чтобы не покосать автомобиль они могут проехать с ним и 100 тысяч километров и не снимать его на самом деле это еще очень такой симпатичный есть прям ковры цепляют сюда и непонятно как они едят в россии так бы точно не смогли и думаю хозяин сразу их снимет ну возможно он лояльно будет относиться к автомобилю не очень-то уж сильно это портит какой-то внешний вид также идет самый затемняющийся зеркало заднего вида регистратор есть кнопка сос корейская на к сожалению не работает мы пробовали нажимали никто не приезжает никто не прилетает можете не пробовать ее потом очень трудно выключить сиденье у данного автомобиля как спереди так и сзади в принципе комфортно и немножко узкие но я думаю все это понимаю то что там ведь сам по себе узеньки и что ожидать с того не можно но все равно комфортно многие нас спрашивают почему мы не возим автомобили из европы все дело в том что во первых в европе автомобиль сильно отжимают прям конкретно там продаются большим пробегом их все это знают там ужасно к ним относятся и есть такая вот информация для вас не знаю выброс будет может кому-то полезно быть люди которые проживают в германии они являются самыми частыми покупателями гелендвагенов кореи все потому что в германии люди любят простоту и для них для их рынка выпускают гелики просто пустые как и много автомобилей такой себе комплектации а вот корейцы корейцам любят все автомобили абсолютно на полном жире не любят чтобы все было мягенько чтоб проекция панорама чтоб все 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 это было поэтому в корее все варианты очень жирные ну не все понятное дело если бедный но очень-очень их мало и стоят жирные варианты гораздо приятнее чем в европе и тем более тут вот видите есть маленький пробег многие люди удивляются почему корейцы отдают автомобили с небольшим пробегом до 30 до 20000 км но все дело в том что у них другая экономика и они приобретают автомобиль и если он им не понравился они спокойно скидывают и меняют либо они просто меняют автомобиль в ради других ощущений это для них нормально поэтому по этой причине мы не возим автомобили из европы и плюс там очень много мошенников и пробеги скручивают и потом эти автомобили аннулируют я крайне не советую с этим связываться очень хотелось бы вам конечно показать как тут качественно сделана строчка кстати полный электропакет забыл сказать строчки сделаны очень качественно и действительно дилерские автомобили и европейской они сильно отличаются от корейских качеством сборки все мягенько все очень качественно видно сделано прям очень замечательно Радует глаз И в этом у нас также отличие в качестве сборки автомобилей Стройчика такая идет На втором ряду сидений пассажиры также чувствуют себя комфортно Места вполне достаточного автомобиля В принципе да, вместительный седан Понятное дело, что развалиться не получится Но и сидеть комфортно тоже можно Сзади у нас тоже все чистенько Весь салон не пошкрябанный Его действительно только помыть Тряпочкой буквально влажной И он будет как новый, как салона Я думаю на этой ноте мы будем уже завершаться С вами подойдем к выводам Смотрите, про автомобиль рассказать мне больше нечего В принципе, если вдруг я что-то не сказал Вы что-то увидели, заметили, что я не сказал Или больше знаете Пожалуйста, напишите об этом в комментарии Я за то, чтобы сделать видео максимально полезным Потому что люди смотрят, люди анализируют Всех выбирают, наши клиенты Поэтому если вы знаете больше, пишите в комментариях Не стесняйтесь, буду вам очень благодарен Также я напоминаю вам про наш телеграм-канал Где большое сообщество людей Именно открытый чат общаются Обсуждают автомобиль, обсуждают курс Там оставляют отзывы наши клиенты Там мы публикуем видеообзоры на автомобили Которые у нас на стоянке Вот эти все автомобили, которые стоят Там есть Поэтому ссылочки я оставлю в описании Обязательно переходите Там вы получите максимально много полезной информации Которая вам сэкономит время И поможет не нарваться на мошенников Также, чтобы рассчитать автомобиль Из Японии, из Кореи, из Китая Также из Арабских Эмиратов Переходите на наш сайт Либо в соцсети, либо в WhatsApp, либо на горячую линию Звоните, пишите Вам бесплатно рассчитают стоимость автомобиля Вышли варианты с конкретной ценой Подключить до Владивостока Вы проанализируете, посмотрите, приценитесь Это все бесплатно